Всем привет дорогие друзья, с вами я Антон Чейз и сегодня я начинаю некую такую небольшую новую рубрику. Я буду давать некоторые прогнозы и комментарии к грядущим матчам. И сегодня начнем с чемпионата России по футболу, матчи 17 тура. Что ж тут тянуть, переходим к самому первому матчу, у нас там по расписанию это Зенит Ростов. Но так как когда это видео выйдет в свет, скорее всего уже матч будет сыгран, я все равно сделаю прогноз. Я скажу, что скорее всего выиграет Зенит, ну само собой Зенит и сильнее по силе, плюс Зенит сейчас как раненый зверь. Потому что поражение от Спартака было довольно таки обидным и чувствительным, плюс немного сократился разрыв между первым местным и преследователями. Поэтому Зенит должен по-любому выигрывать у Ростова, тут даже никаких комментариев. Но мне кажется, что Ростов все-таки пободается немножко и счет где-то будет, где-то может быть 2-0, 3-1, где-то такой счет в пользу Зенита само собой. Так, следующий матч у нас это Томи Рубин. Ну вы знаете, до прошлого тура я думал, что Томи вообще команда невезучая. То есть они могли забить первый гол тому же ЦСКА или Спартаку, но все равно проиграть. И они постоянно проигрывают, проигрывают и проигрывают, а в прошлом туре они обыгрывают Локомотив, который вообще в хорошей форме. И это вообще дикая неожиданность для меня. И тут у них матч с Рубином, который в свое время тоже вообще очень плохо начал чемпионат, хотя уже какой-то, да, уже почти середина чемпионата, а вот Рубин почти что внизу. Это очень странно, несмотря на то, что Рубин показывает добротную игру в Европе. Многие критикуют при этом Курбана Бердыева, но я не стал бы его критиковать, потому что это для Рубина это очень важная личность. Без него не было бы, наверное, никаких этих побед над Барселоной, над Челси, над Интером. В свое время Курбан Бердыев выводил Рубин из первого дивизиона. В первом же сезоне брал серебро, не серебро, вру, бронзу чемпионата России по футболу. Так что гнать на Курбана не стоит, если вы гоните на Курбанчика, то я с вами разберусь. Но мне кажется, что в этом матче все-таки Рубин выиграет в своем любимом счете 1-0 у бедной Томи. Следующий матч это Амкар-Кубань. Ну тут, если честно говоря, не знаю, кого выделить фавориты. Я перед началом чемпионата России по футболу думал, что Кубань будет показывать более лучшую и слаженную игру, но в чемпионате они идут не ахти, в Лиге Европе они вообще... Ну хотя, что от них там еще ожидать, группа довольно-таки сложная. Вот. А что будет с Амкаром, я даже не знаю. Но в прошлый матч Кубань была в порядке, очень была хороша, 4-0 там они ебнули. А вот, ну скорее всего Кубань выиграет, хотя выезд в Пермь довольно-таки сложный, не знаю. Я бы поставил на ничейку все-таки, вот. Да, какую-нибудь результативную ничья, скорее всего, будет 1-1 или типа того. А, ЦСКА-Спартак, ну вот это, безусловно, это центральный матч Тура. Вот, какое бы место не занимали бы эти команды, этот матч будет в любом случае интересным, и он в любом случае центральный. На данный момент ЦСКА ниже Спартака на пару позиций, очка на 3, по-моему. Вот. И прошлый матч, мы помним, что ЦСКА проиграла 3-0, это очень чувствительное поражение от Спартака в самое важное дерби в России, наверное, да, по-любому самое важное. Вот. И кто фаворит в этой игре, я даже не знаю, если честно, потому что я сам поддерживаю армейцев, но последний матч у армейцев, мягко говоря, не самый стабильный, то есть то, что творится в Лиге Чемпионов, это просто тихий ужас. 5-2 от Монсити, это просто кошмар, это уже устаревшая оборона ЦСКА, уже и Игорек, не так надежен, как раньше. Но что будет со Спартаком, не знаю. Я бы все-таки отдал бы небольшую инициативу Спартаку в плане фаворита, то есть в плане процентов я бы сделал так, 55 на 45 процентов в пользу Спартака, но что будет, я не знаю, какой счет будет. Вообще, ожидать от этого матча можно чего угодно. То есть какой счет будет, я даже не знаю. Следующий матч Локомотив, Динамо, ну тут скорее всего, хотя скорее всего нельзя сказать, то есть Динамо по составу очень крепкая команда, которая может быть спокойно претендовать на место в тройке. Локомотив в то же время показывает сейчас добротную игру, чего я от них вообще не ожидал, то есть до чемпионата я Локомотив вообще не котировал, то есть все прошлые турниры Локомотив играл на отъебись, то есть они как-то играли вообще очень нестабильно, а в этом чемпионате они прям так нормально так идут, идут плотненько, вот только с Томью они немного так осеклись. А что будет с Динамо, я тоже, если честно говоря, не могу предположить, но я поставил бы все-таки на Локомотив. У них игра чуть более добротная, чем у Динамо, на мой взгляд. Следующий матч Урал, Крылья Советов. Ну вот, Урал, дебютанты, Крылья. Вот Крылья такая сама команда интересная, то есть она всегда, у них нет ни денег особенно, ни хороших игроков, но они всегда играют в чемпионате России и не вылетают, всегда они на пару позиций выше зоны вылета, то есть они молодцы, при плохом бюджете они справляются, в принципе, и могут составить, не конкуренцию, а точнее могут проблем доставить любому лидеру. А вот что будет с Урал, ну я даже не знаю, ну мне кажется, что Крылья выиграют, потому что они все-таки более опытные, чем Урал, потому что я ставлю на победу Крылья где-то с счетом 1-0, 2-0, где-то так. Следующий матч Анжи-Волга. Где сейчас Анжи? В рифме, скажем так, мягко говоря. Анжи сейчас вообще очень жаль на них смотреть, то есть многие на Анжи смеются, стебутся, радуются тому, что они, скорее всего, вылетят, говорят, о, как круто, но Анжи такая команда, которая, несмотря на то, что они идут на последнем месте в чемпионате России, они, скорее всего, выйдут из группы в Лиге Европы, потому что, ну, там нельзя не выйти, то есть там кто-то, там Шериф и Тром Сён, это вообще-то никакие команды, то есть там надо спокойно выходить. Анжи, блин, а вот что будет матч с Волгой? Ну, скорее всего, Анжи опять проиграет, потому что, ну, Анжи очень невезучие в этом чемпионате, у них нет игроков, что самое страшное для фанатов Анжи. И последний матч, это Краснодар-Терек, где сейчас Терек, около Анжи, скажем так, а Краснодар сейчас вообще в порядке, эти вот их, оба бразильских нападающих, это Вандерсон и Жазини, такие нормальные чувачки, потому что, скорее всего, Краснодар в легкую выигрывает у Терека, и все у них будет чики-пуки. Вот такие вот примерно мои ставочки на следующий тур, на выходные, и на сегодняшний матч. Это мое первое видео в таком стиле, я ничего не загадываю, но вдруг, если вы послушаете меня и сделаете ставку в каком-нибудь букмекерской компании, выиграете нормально бабок, то вы там засылаете мне открыточки с надписью, там, спасибо тебе, Антошка, все такое. Ладно, всем удачи, всем пока, с вами был Антон Чейз, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!